Утро началось с пикета. У здания областного правительства бывшие сотрудники Вичугского машиностроительного завода. В 2015 году предприятие закрыли, работников сократили. И вот уже два года люди пытаются добиться положенной им зарплаты. Передо мной конкретную сумму где-то 1030 мне должны. Мужу ему должны около 100. И это не один человек, это нас 500, более 500. И всем должны зарплаты. Сейчас завод работает под другим названием. Сначала сотрудникам обещали, что придет конкурсный управляющий, проведет инвентаризацию и рассчитается с долгами. А их ни много ни мало 28 миллионов рублей. Но денег никто так и не получил. Омбудсмена Наталью Ковалеву работа застала прямо по дороге в правительство. Я буду обращаться обязательно в прокуратуру и в службу судебных приставов, потому что их обанкротили. Значит, есть решение суда о банкротстве. То есть, соответственно, должны выплачиваться людям те задолженности, которые имеются. Поэтому буду заниматься этим вопросом. До этого сотрудники Вичугского машиностроительного завода к уполномоченным по правам человека не обращались. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.